Девушки отдыхают... Привет, красотка. Не хочешь топовый Брейм? Ладно, я зайду. Окей, дверь открыта. Развлекайся, крошка. Добро пожаловать. Ты смотри, какое миленькое личико. Да он ее уже бросил. Ха, кто б сомневался. Смотри, отчего тебе хочется. Может, расскажешь поподробнее. Привет. Будешь что-нибудь? Я ищу Эвелин Паркер. Ты не знаешь, она здесь? А кто спрашивает? Я Ви. Она назначила встречу. Приятно познакомиться, Ви. Я Матео. Ага. Так что с Эвелин? Клуб большой. Поищи ее, может, найдешь. Все в порядке, Матео. Я ее ждала. Эвелин Паркер. Я сразу поняла, что это ты. А что сразу не подошла? Я хотела немного на тебя посмотреть. И как? Понравилось? Когда не нравится, я даю знать. Не сомневайся. Пойдем. Тут слишком много любопытных ушей. Мы будем в лаунже, Матео. Если что, нас ни для кого нет. И чем такая гадкая девочка может помочь... Все нормально, честно. Почему ты не хочешь сказать мне правду? Я уже сказал. Что-нибудь погорячее? Электрозем. Обряды. Декс много о тебе рассказывал. Говорил, ты эффективно работаешь. И никогда не подводишь. Надеюсь, он не преувеличивал? Я не знаю, любит Декс преувеличивать или, наоборот, преуменьшать. Я с ним недавно работаю. Я слышала, есть два типа фиксеров. У одних постоянные команды на долгих контрактах и коротком поводке. Им важны верность и предсказуемость. А вот Декс... Он как раз относится к другому типу. Давай лучше про заказ. Что ты хочешь сделать? Я так понимаю, тебе рассказали про цель. Биочип. Ключевая деталь программы. Сохрани свою душу. Мы переходим дорогу Арасаки. Эти ребята точно захотят отправить нас в лучший мир. Да, они вложили миллиарды в технологию переноса личности. Но меня интересуют только данные на чипе. Он сейчас находится в отеле Компеки Плаза. Знаешь, где я там? Была там? В корпоратском отеле-то? Нет, конечно. Откуда у меня такие деньги? Интерьер там топовый. Скоро сама увидишь. Так, где именно хранят чип? В люксе на последнем этаже. Там живет Юрино Буарасака. Юрино Буарасака в Найт-Сити? Ты не читаешь газет? Это на всех первых полосах. Только лениво не написал, что Юри приехал в Найт-Сити. Он последний сын Сабура Арасаки и главный наследник. Ему должна перейти вся корпорация. И что? Арасака-младший приехал в Найт-Сити, чтобы захватить власть? Мало кто в Найт-Сити знает, какие на самом деле планы у семьи Арасака. А ты как раз знаешь. Ну ладно. Если у тебя есть в рукаве какой-то туз, самое время его вынуть. А теперь держись крепче. Начинается самое интересное. Юрино Буарасак сам вынес чип из лаборатории Арасаки. И договорился продать его сетевому дозору. Уже поняла, что у меня за туз? Или надо разжевать? Значит, чип лежит без охраны, потому что Юрино Буарасак вынес его без спроса. Где он тогда его держит? Скорее всего, в контейнере, где воссоздана органическая нейронная среда. Но выглядеть это должно, думаю, как обычный дипломат. Окей, и где он? Скоро сама увидишь. Если, конечно, не хочешь еще посплетничать о семье Арасака. Окей, что теперь? Теперь самое интересное. Пойдем. У тебя будет возможность распланировать операцию по брейнданцу из компеки Плаза. Зачем мне брейнданс? Тут нужны факты, а не ощущения. Думаешь, по брейну можно только дрочить в кабинках на цифровые сиськи? Вовсе нет. Брейнданс позволяет анализировать детали. Нюансы, недоступные зрению, даже прокачанному. Тебе это пригодится. А что на этой записи? Апартаменты Юрино Буарасак. Изнутри, в подробностях. Тебе надо будет найти чип. Надеюсь, запись для этого достаточно подробная. Стой, это ты записала материал? Ага. Через видеоимплант. А что такое? Если на записи квартиры Юрино Буарасак, значит, ты там была. Вы с ним знакомы? Как иначе я бы туда попала, по-твоему? Знакомы. И очень хорошо. Мы бизнес-партнеры. Сотрудничаем на взаимовыгодных условиях. Покажи мне брейнданс. Сейчас Джуди все покажет. Она сама из Шельм. Мы с ней знакомы не первый год. Ви, один важный момент. Джуди мне помогала не раз и не два. Я ей доверяю. Но она одна из Шельм. То, что я с ней работаю, не делает ее твоей напарницей. Поэтому будь хорошей девочкой и держи язык за зубами. Расслабься. Я не дура. Понимаю, с кем и как надо себя вести. О, привет. Это Ви. Она за материалом. Ви, это Джуди. Лучший монтажер брейнданса, которого я знаю. Ой, не начинай. Меня сейчас стошнит. Привет, Джуди. Твоя запись готова, Эва. Что скажешь, как она тебе? Ну, еще сыровата, конечно. Но сойдет. Самое главное, чтобы Ви могла туда попасть. Ну да. Откалибруем под нее. Ну, нам с Чпок-Стрита еще и не такое присылали. С этим как-нибудь уж справлюсь. Ну, тогда чего? Запускаем Ви? Пусть там осмотрится как следует. Давай. Ты готова? Уже бывала в сыром брейне. Как-нибудь справлюсь. Давай начинать. Не вопрос. Ну, садись, располагайся и приступим. Сначала создам твой сенсорный профиль. Окей, поехали. Надеюсь, больно не будет. Нет, не в этот раз. Так, сиди смирно и смотри на меня. Сейчас я подключу тебя к сканеру. Будет слегка покалывать. Угу. Окей. Теперь откалибруем оптику и остальные сенсоры. Смотри на эти два экрана. Как будто ты окулиста. Эту калибровку надо будет каждый раз делать? Не обязательно. Но оно того стоит. Погоди две минуты. Сейчас увидишь, что дает анализ брейнданса. Еще секунду. Надо заблокировать болевые рецепторы. Ну, все. Готово. Теперь потестим профиль. Я дам тебе что-нибудь на пробу. Ну, чтобы освоиться с редактором. Так-так. Что бы тебе тут? А нельзя ее закинуть в мою запись? Быстрее будет. Лучше не рисковать. Это займет минуту. Я уже нашла кое-что подходящее. Поехали. Ага. Я дам тебе сначала усеченную версию, чтобы ты освоилась. А потом пущу в режим изменений. Погружение через три, два, один. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло. Отваливаешь. И мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь. Все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай вперед. Всем лежать. На землю. Целуем пол. Живо. Деньги. Быстро. Еще секунду, и я тебя положу. Тише, тише. Я... Давай. Шаг голову тебе нахуй отстрелю. Дыши глубже. Дыши глубже. У тебя подскочили кортизол и адреналин. Но софт включил гормональную блокаду. Ничего страшного. Ты живее всех живых. Это было слишком. Я чувствовала боль этого чувака, напряжение и как будто надежду. И было что-то еще. Понимаю. Он наверняка чем-то закинулся. Скоро отойдешь. Я все подготовила. Переходим в режим изменений. Девушки отдыхают. Запись можно продолжить с консоли. Попробуй. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. Скажи круто. Это еще не все. Ты можешь в любой момент ускорить или перемотать запись. Давай, попробуй вернуться к самому началу. Ага. Ага. Круто. Теперь промотай вперед. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн. Окей. Если что, запись можно перезапустить. Ну, в смысле, посмотреть с самого начала. Попробуй. Теперь самое интересное. И, собственно, то, зачем ты пришла. В режиме анализа можно рассматривать и сканировать детали окружения, которые видел автор записи. Сосредоточься на пушке, которую этот хер берет у друга в самом начале. Просканируй ее. План простой. Никаких выкрутасов. Заходишь, выгребаешь бабло, отваливаешь, и мы продаем брейн этим психам из студии. Ага, понял. И не забудь, все по полной программе. Они нам еще доплатят за высокий адреналин. Окей, давай, вперед. Остановимся тут. Очень хорошо. Поехали дальше. Сейчас внимание. В режиме анализа доступны звуки и разговоры, которые улавливал тот, кто записывал. Прибор регистрирует все, каждую мелочь. Даже те образы и шумы, о которых оператор понятия не имел. Источники сенсорных сигналов проявляются, когда ты переключаешься на слой звука в редакторе. Давай, открой его. Вот, хорошо. У тебя сейчас несколько источников звука. Выбери один и сосредоточься на нем. Окей, давай, вперед. Да еб твою мать! Глянь, в кладовке я на кассе постою. Нахую в своем постой? Как ощущения? Просто охренеть, правда. Прямо как будто рядом стоишь. Вот. Этим и хороши записывающие импланты. Они захватывают все фоновые элементы. А редактор их ловит и выделяет. Поиграй немного со звуком. Разберись. Когда надоест, пойдем дальше. Башка все время трещит. Не могу. Еще и сыпь, да? Иногда в сырых брейнах попадаются дополнительные слои с данными, которые отловили импланты оператора. Например? У Эвелин оптика Кироши. Она фиксирует инфракрасный спектр. То есть в ее записи будут и термические характеристики. Неплохо. Предлагаю подождать, пока он уложит эту телку у прилавка. Людей тоже можно сканировать. Вон, подойди к раненной девахе. Попробуй. Отлично. Поехали дальше. Промотай до того момента, где вор получает пулю. Понимаешь? Он даже не видел, что в него стреляют. А ты увидишь. Вот, смотри. По-моему, это самое клевое. Видишь, что там мигает над входом? Камера наблюдения. Она засняла стрелка. Сейчас увидишь. Изображение выводится на экран за продавцом. Отмотай к тому моменту, когда он был в поле зрения. И просканируй его. Ему всадил пулю его же Чумба. Что-то мне подсказывает, что он сразу так и планировал. На черном рынке за такой брейнданс кучу бабла отваливают. Настоящая смерть у брейндансовых фриков ценится больше всего. В общем, если тебе хватит, можешь выходить. Круто, да? Жаль, конечно, мы упарываемся, но почти все, что проходит через нас, годится только чтобы лысого погонять. Так, чего? Смотрим записи, Эва? Не знаю. Может, перерыв? Я до сих пор чувствую, как... Думаю, с меня хватит. Ви, времени нет. Возьми себя в руки. Ладно, ладно. Сейчас подключу Тибак, и можем начинать. Воу-воу-воу, кого? Раннеры из моей команды. Она спец по безопасности. Будет говорить, на что обратить внимание. Это не проблема? Вообще-то, проблема. Нет, мы так не договаривались. Тибак профессионал. Куда не надо, не лезет. Можешь ей доверять. Ммм, ты типа разрешила? Джуди, пожалуйста. Я бы не стала тебя подставлять. Ты же знаешь. Окей. Звони Тибак, и погружаемся. Привет, Ви, что такое? Привет, Бак. У меня тут материал из Кампеки Плаза. Брейнданс. Кампеки? Ну, понятно. Кто там с тобой? Неважно, не обращай внимания. Мне нужна помощь. Надо понять, куда смотреть на записи. Поняла, я тебя проведу. Подключаюсь к тебе. Дай мне доступ. Открываю порт 1779. Защищаю протокол. Есть. Захожу. Сейчас отправлю запрос. Получила? Да. Ты готова? Секунду. Окей, проверила соединение. Устанавливаю временный лед. Готово. Стартуем. Джуди, подключай. Так, Ви, смотри внимательно. Нам надо узнать, где Юринобу держит чип. Судя по виду, ты просто мясо для Емли. Я угадал. Эвелин. Ей... Ей было страшно. Но она очень быстро взяла себя в руки. Я сказал нет. Меня же за это убьют. Значит, погибнешь за правое дело. Простите, я... Располагайся пока. Я закончу. Надо послушать их разговор. Там может быть что-то важное. Чуть через минуту. Это мы посмотрим. Вернемся. Внутри что-то хотелось. Я закончу через минуту. Программа пока на стадии испытаний. Ее нельзя выводить на рынок. Это мы посмотрим. Пожалуйста, не спешите. Обсудите это с вашим отцом. Он уделяет этому проекту особое внимание и может объяснить... Мой отец замученный безидейный дед, который не любит перемены и хочет жить вечно в своем маленьком застывшем мирке. Пожалуйста, мне не полагается даже слушать такие выражения. Так послушай еще. Сабура – безумный деспот, который потерял связь с реальностью. Он живет в мире, которого уже нет. Может, никогда и не было. Мы за 20 лет не договорились. Не договоримся и теперь. Пожалуйста, ознакомьтесь с документацией. Чип должен храниться в определенных условиях. Этим нельзя притягать. Хватит. Слышала? Где-то здесь документы на чип. Посмотри вокруг. Заряжен на предохранителе. Хорошо, что заметила. Не забудь об этой пушке во время налета. Чип надо хранить в контейнере с терморегуляцией. Он требует очень низкой температуры. То есть нельзя вынимать чип из холодильника? Да. Иначе повредишь. Переключись в редакторе на тепловой слой. Так будет легче найти, где ее Ренобу держит биочип. Ого, Донахис. Мистер Арасака что-то празднует. Думаешь, он туда положил чип? Слишком низкая температура. Есть риск колебаний. Кондиционер. Стандартная модель для отеля этого класса. Условия похожи на те, что в документах. Но чип тут не спрячешь. Защиты никакой. Температура скачет. Это мы посмотрим. Так, есть термальный сигнал. Те же параметры, что и в документах. Значит, Юри Нобу точно держит кейс здесь. Да, похоже. Мы молодцы. Все, можно сворачиваться. Закрывай редактор. Нашла, что хотела? Да, все нормально. Спасибо, Джуди. Мы закончили. Пока, Тибак. Хорошая работа. Хорошая работа. До скорого. Стираю все ваши данные. Если что, вас тут не было. Оставь себе. Эвелин заплатит. Это переносное устройство для обработки брейндансов. Я загрузила в него твои параметры. Не так хорош, как мое оборудование, но сойдет. Оставлять его слишком большой риск? Умно. Кстати, про риск. Вот смотрю я на вас и знаете, что вижу? Я вижу ходячие, говорящие трупы. Нам нужен был этот брейнданс, Джуди. Он практически сделал все за нас. Чувствую, этот брейнданс нас угробит. Я серьезно. Если Арасака узнает про эту запись, вам конец. Мне конец. Джуди, перестань. Никто ничего не узнает. Эвелин, не ищи легких путей. Город не любит тех, кто так делает. Будь осторожна. Конечно. Давай поговорим через минуту. Все, пойдем. Ну, что думаешь? Так, и что теперь? Ви, поработай на меня. Я имею в виду только на меня. Без посредников, с которыми надо делиться прибылью. Без Декса. У этого выбора высокая цена. Слишком высокая. Я знаю. Поэтому все должно остаться между нами. Предлагаю тебе 50%. Достаточно, чтобы сделать, что хочешь. Только не в этом городе. Декс объявит на меня охоту, когда узнает. Декс не единственный фиксер в Найт-Сити. А такое предложение бывает только раз. Я подумаю. Когда решишь, звони. Сейчас отправлю свой номер. Окей. Удачи. Можешь идти. Мне еще надо сказать пару слов Джуди. Как дела на фронтах, мисс Ви? Эта запись Эвелин из Кампеки стоила потраченного времени. Неплохо. Тибак мне уже звонила. Она разбирает материал. У меня все готово. Что дальше по плану? У тебя по плану выполнить мой заказ. То есть забрать биочип. Давай поговорим в посмертии. Подъезжай. Отлично. Скоро буду. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это уже начинает утомлять. Чем больше я и говорю, что все окей, тем больше чувствую, что вру. Но! Завтра это закончится. Нас ждет по смерти. Да! Ждет, потому что Декс подергал за ниточки. Это не значит, что мы теперь в высшей лиге. Как раз таки значит. Просто лига еще не в курсе. Готовы пить шампанское? Пошли! Здесь когда-то был морг. Прикинь? Серьезно? Что? Это ж я тебе об этом рассказала. Че, правда? Давно, наверное, это было. Вы кто такие, детки? Я Ви. А это Джеки Уэллс. Да что ты? И мне это что-то скажет? Скоро скажет. Мы пришли к Дексу. Эй, Декс. А тут двое на входе. Говорят, они к тебе. Да. Ну, ладно. Сказал, еще занят. Возьмите себе пока что-нибудь выпить. Мы и так собирались в Йехо. Короче. Вот оно. Сердце Найт-Сити бьется прямо в этих стенах. Слышишь? Ты представляешь? Сьюзан Форест. Бо-бо. Может, даже Морган Блэкхенд. Сиди. Наша очередь. Эй, видишь эту бабулю? Это бестия. Лучший фиксер в Найт-Сити. А разве не Декс лучший? Бестия раздавала заказы, когда Декс еще пешком под стол ходил. Это ее клуб. Что будете? Я ничего. Реально? Ага, давай отпразднуем. Угощаю. Чингада-мадре. Ладно, как хочешь. Текилу олд-фэшн. Плесни туда пиво и добавь чили. То есть один Джонни Сильверхенд. Точно, Чика. Кое-кто сделал всю домашку. О чем вообще разговор? У нас традиция. Называем напитки в честь завсегда. Интересно, что нужно сделать, чтобы в твою честь назвали коктейль? Отдать концы. Так, чтобы весь город о тебе говорил. Желательно на задании. Ах, Хераси, какая красивая традиция. Смерть – небольшая плата за то, чтобы стать легендой. Сначала поживи, как легенда. А смерть – это так. Просто финальный аккорд. Кстати, меня зовут Джеки Уэллс. Хочешь свой рецепт продиктую? Ммм, давай. Сто граммов водки со льдом, сок лайма, имбирное пиво и, главное, капельку любви. Ха-ха-ха. Окей, я запомню. Вы вроде как новая находка Декса. Выполняем его заказ. Откуда ты знаешь? Мистер Дэшон вас ждет. Это часть моей работы? Думаешь, откуда появляется репутация у наемников? Если о тебе не сплетничают, тебя никто не знает. Ни пуха, ни пера. К черту. Идемте. Ох и здоровый ты, чувак. Качаешься? Ага. Я тоже. Боксирую. А ты что-то экзотическое практикуешь? Кэмпо? Ниндзюцу? Ага. А меня бы уложил? Как думаешь? Сюда. Эстопинчатипо. Да, эксельсиор. Конечно, наличными. Как всегда. Счастливо. А, вот и мисс Ви. Ну что? Наконец-то вся семья в сборе. Первая встреча в реале. А что с болтом? Ну-ка, давай заценим. А, мисс Ви? Ну ладно. Чувствуете себя как дома. Спасибо, что помогла с мусорщиками. Парой мясников меньше, уже хорошо. Мэрия нас еще благодарить должна. Хорошая комнатка. Звукоизолированная. Джеки. Нет-нет, мистер Уэллс прав. Мы будем обсуждать деликатные темы. Но если вы не против, я сначала задам один вопрос, мисс Ви. Как твоя встреча с Эвелин Паркер? Хорошо, я бы сказала. Погуляла по компейке Плаза, по местам, которые она засняла на брейнданс. Да, Бак ввела меня в курс дела. Значит, ты знаешь, кто наша цель. Главный наследник императора. Юринобу Арасака. Да, парень с фамилией на миллионы и без возможности ими владеть. Близкий друг Эвелин Паркер. Так вы просто познакомились, или было что-то еще? Я поняла, и хотелось на меня посмотреть. Хотелось на тебя посмотреть, говоришь? Может, перейдем к делу? Ты придумал план, Декс? Да. Ладно, давай посмотрим. Мы с Дексом уже подготовили всю операцию. Сложность будет, ниже некуда. Неважно, мне нужны подробности. Деламейн высаживает вас у главного входа в компейке Плаза. Входите по фальшивым удостоверениям. Бак помогает вам взломать внутреннюю сеть отеля. Вернее, я и Болт. И, наконец, вы проникаете в пентхаус Еренобу и забираете биочип. И все это по-тихому. С минимальными жертвами. А лучше вообще без них. Тибак будет на связи на всякий случай. А теперь ваши вопросы. Мне все ясно. Вот и славно. У меня вопрос. Когда обсудим то, ради чего мы это затеяли? С новичками я не торгуюсь. Ставка всегда одна. Тридцать процентов. Чего? Сколько? Так я оцениваю ваш вклад. У каждого в этом спектакле своя роль и свои риски. Да ну, Декс. Как-то маловато. Эй, погоди-ка, друг. А кто достал болта? Кто вытащил инфу из брейнданса? Мы лезем в отель, где на каждом углу люди Арасаки. Ради какой-то пластмасски у сына их главного. Мы работаем. А кто дает вам надежный план, транспорт, нетраннера и информацию? Хотите дальше торговаться? Что ж, Эдди тут не главное, Джек. В смысле? У тебя крыша поехала, что ли? Интересно. А что, по-твоему, самое главное? Главное – проверка наших сил. Еще молодые, а уже даете фору нам, старикам? Хорошо. За это дам 35%. И последнее. В кампэйке нельзя проносить оружие. Вас не пустят через рамки. Стволы придется оставить в тачке, а болт упаковать в чемодан. Я достала вам нормальный шмот. Переоденьтесь. Чидо! Спасибо. Не хочу торопить события, но... Когда ждать, Эдди? Все зависит от мисс Паркер, но, думаю, через неделю. Максимум две. А нам что делать эти две недели? Питаться воздухом? Сидеть тихо и не высовываться. Арасака будет на страже. Один чувак сказал, что жизнь есть пир. Глупо уходить голодным, но глупо и нажраться. Карета ждет снаружи. Я тоже сваливаю. Надо подготовиться, пока есть время до операции. Если остались вопросы, задавайте сейчас. Вроде нет вопросов. Ну, за работу. Ну, так что, ты готова ехать? Мне надо еще кое с чем разобраться. Син проблемас. Встретимся у Деламейна. Только переоденься. Продолжение следует... Продолжение следует...